Одна из самых больших трагедий современности, которая волнует мусульман всего мира, это положение уйгурского населения в Китае. Подтверждений тому, насколько тяжелое положение уйгуров до сих пор нет, а поэтому эта история обрастает большим количеством мифов и предположений. Сегодня в нашей студии независимый эксперт Денис Рогачков, который буквально на днях вернулся из самого закрытого региона Китая, из Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Денис, вы поехали в Китай в начале октября. Изначально намеревались ли вы посетить именно Синьцзянь-Уйгурский район, который в мусульманском мире известен как Восточный Туркестан? Да, конечно, я собирался именно туда, потому что в других регионах Китая я бывал. Хотелось посмотреть, что там, и с какого-то туристического интереса, и посмотреть на жизнь людей, и понять, насколько действительно жизнь уйгуров похожа на то, как об этом говорят и пишут. А почему вы выбрали поехать именно в регион проживания уйгуров? Вы что-то уже знали об их тяжелом положении до этой поездки? Конечно, я слышал, я читал какие-то статьи на эту тему. Собственно, мой друг, с которым мы ездили, который говорит по-китайски и немножко по-уйгурски, собственно, я был его спутником скорее в этой ситуации, то есть инициатива была от него. Вы верили вот в эти сообщения и новости, которые вы читали о тяжелом положении уйгур? Я не понимал ситуации, поэтому хотелось разобраться, увидеть своими глазами, что там происходит. Я почему спрашиваю? Потому что предположить такие ужасы, которые описываны в этих новостях, предположить, что они возможны в современном мире, практически это было нереальным. Согласен. И как вам удалось туда попасть? Это закрытый регион, туда пускают туристов, туда не пускают туристов? Это не закрытый регион, туда можно попасть, это не как Тибет автономный, куда нужно получать специальное разрешение, туда можно приехать, в принципе, на любом человеку и перемещаться. Ну, собственно, никаких сильных препятствий с тем, чтобы проехать по некоторым городам нету, хотя были города, в которые попасть нам не удалось. В какие города? Вас просто не пускали туда? Мы просто не смогли попасть в Веркент, мы купили билет, у нас было время, мы хотели посмотреть на мавзолей известной Угурской поэтессы, но на вокзале мы были остановлены, проверка документов, и нам сказали, что лучше нам в город не ходить. Купили билет дальше, чтобы мы не сильно долго оставались на вокзале. За счет государства или за... Ну, за наш счет. За ваш счет. Ну, как бы нам поменяли билет и отправили на следующий город. А как они обосновали запрет на посещение города? Никак. Там достаточно быстро привыкаешь к проверкам документов и ограничениям, с которыми сталкиваешься в перемещении. Угуры — это достаточно многочисленное меньшинство, религиозное и этническое, проживающее в Китае. Они тюрки по языку, мусульмане, сунниты по вероисповеданию. И они сталкиваются сегодня, ну, как это назвать, с репрессиями, с арестами, с массовыми задержаниями, с прессингом, с подавлением национального религиозного сознания, с попытками стереть историческую национальную религиозную память. Я правильно формулирую? Эти все формулировки подходят к тому, что происходит сегодня? Я думаю, что они подходят, хотя я не был свидетелем чего-то такого, чтобы на улице было унижение какое-то или кого-то брали, или отправляли что-то еще. Но мы приехали в Кашгар, и, собственно, мы оказываемся в пространстве тотальной слежки и контроля. То есть перед городом несколько пропускных пунктов, проверки документов, фотографирование документов, вопросы, зачем едете, куда едете. На каждом КПП. Мы оказываемся в центре города, и, собственно, на каждом перекрестке полицейский участок. Между полицейскими участками по кварталу ездит медленно машина, а полицейская с опознавательными знаками. Собственно, по улицам одновременно маршируют по трое полицейские с щитом, с штыком и рогатиной, собственно, для устрашения, наверное. Параллельно по городу ездят кавалькады машин с броневиком. Не знаю, куда они ездят и зачем они ездят. То есть город фактически на осадном положении? Город практически на осадном положении. Ну, впечатление катастрофическое. Везде металлоискатели, в каждом магазине, в каждой аптеке, в каждом парке. Куда бы мы ни шли, мы везде постоянно либо нас проверяют на металлоискателях, как у нас в метро, либо проверка документов и так далее. Чтобы пойти в парк, надо местному населению просканировать ID и, собственно, лицо. Я не знаю, что произойдет, если что-то с документами не в порядке, но в парк просто так не придешь погулять. Я позволю себе еще одно замечание. Дело в том, что уйгура — это, скажем, осколок большого тюркского мира, мусульманского, суннитского мира, который оказался на территории Китая. И именно вот в последние годы появилось огромное количество сообщений, что уйгуров массово задерживают, отправляют в лагеря, в концентрационные фактически лагеря, где их перевоспитывают на китайский манер, что им запрещают читать молитву, носить хиджаб, читать Коран, что их заставляют петь коммунистические китайские песни, восхвалять вождей, я не знаю, есть свинину. Эти все факты вы слышали, вы читали? Я читал о них, и, собственно, какие-то косвенные подтверждения этого мы видели, потому что там практически нет мужчин с бородой молодых, да и постарше тоже не сильно есть. Женщин в хиджабах нету, есть женщины в платках, но таких вот компромиссных, так, чтобы нельзя было подумать, что это что-то значит. Женщины в платках есть, но они повязаны таким вот очень вольным манером. Мы видели людей постарше с бородами в тюбетейках, собственно, в каком-то таком традиционном обличье. Мы видели несколько женщин в традиционной одежде, собственно, с белыми длинными такими платками и так далее, но это единичные случаи. По большей части все бритые и, собственно, без каких-либо. Вы видели мечети хоть в одном из этих мест? Во всех городах мы ходили в мечеть, собственно, это всегда вызывало интерес к нам со стороны местной полиции, досмотры, проверки документов и так далее, но мы всегда искали... На входе в мечеть или же... Это было при... Как только ты подходишь к мечети, тобой сразу начинают соинтересоваться. Мы всегда пытались... Где-то мы хотели войти в мечеть, посмотреть, где-то хотя бы побыть рядом, где-то сфотографировать. Они открыты или вы стучались, искали маму? В каждом городе достаточно много мечетей. В каждом городе открыта центральная мечеть. Туда сравнительно немного и в основном пожилых людей ходят. Мы были по пятницам, когда, собственно, основной, наверное, поток. Но людей мало. Но людей мало. Мы не видели каких-то специальных устройств по слежению за этими людьми, например, в городах. Но мы видели, например, странную книгу, которая в Турфане, за которой сидел китаец. И, видимо, я думаю, что он записывал тех людей, которые приходят в мечеть. Это у входа в мечеть. А скажите, пожалуйста, слышали ли вы о таких практиках китайских силовиков и властей, что они принудительно подселяют в уйгурские семьи китайских «товарищей», которые подселяются как квартиранты и фактически ведут за ними слежку и докладывают властям об их... Я слышал, я читал об этом. Я не видел это своими глазами. Но есть основания доверять этому, поскольку помимо этой программы «Мы одна, единая семья», которая позволяет китайцам прийти в дом, посмотреть, есть ли там Коран, нет ли там посторонних и так далее. Но помимо этого, я читал о странных таких вот вещах, как, когда мы ходили по городам, мы часто видели QR-коды на дверях, в достаточно большом количестве дверей. Я так понимаю, что это проверяющий человек приходит, сканирует и может увидеть, какое количество людей проживает в этом доме, зайти и посмотреть, действительно ли это так. Черно-белые маленькие штучки. Говорят, что с другой стороны двери тоже есть QR-код, который позволяет контролировать того человека, который контролирует эту семью. Но вот с внутренней стороны мы не видели, а с внешней стороны мы действительно очень много видели QR-кодов. Когда мы попытались его сканировать, то нас перебросило на какой-то государственный сайт, но дальше мы не стали разбираться. Но этих кодов действительно много, что, собственно, позволяет предположить о том, что действительно такая вот личная слежка и внедрение в дома происходит. Скажите, пожалуйста, вот эти самые пресловутые концлагеря, где происходит перевоспитание и даже отрыв членов семьи друг от друга, родители отдельно, дети отдельно, где происходит промывка мозгов, как мы читаем, вы сами эти лагеря видели? Мы не видели эти лагеря, отчасти потому, что перемещение по Синьцзяну очень ограничено. Когда мы пытались выехать, например, даже посмотреть могилу Махмуда Кашгари, то мы не смогли выехать, были остановлены, нам сказали, что дорога закрыта, могила закрыта. То есть выбраться из города и выехать что-то увидеть довольно сложно. Я не знаю, насколько они концентрационные, эти лагеря, они называются там политическими, и говорят, что они бывают каких-то разных типов и так далее. Но я как бы через, со вторых рук я слышал о людях, которые там были, попадали, видел даже маленькое видео оттуда, которое каким-то образом просочилось. Вот, собственно, самих я не видел. Мы видели школу такую, а-ля школу рабочей молодежи, где уйгуры достаточно мирно за китаянкой, мужчины молодые, повторяли различные китайские фразы неполитического содержания. Кто-то из них спал, потому что был очень уставший, но после этого они вышли, смеялись и так далее. Это был такой рафак довольно мирный в Кашгаре. Вот это мы видели, ничего такого вот. Но это находится, я думаю, что за пределами городов. Что еще пугает наших соотечественников по бывшему Советскому Союзу, это сообщение о том, что большое количество казахов, кыргызов и даже татар попадает под эти же репрессии, под которые попали уйгуры. Есть ли этому подтверждение, что казахские, кыргызские и татарские семьи попадают в эти журнала? Я думаю, что да, опять через вторые руки я слышал о таких случаях, я слышал о разлученных семьях, когда жена китайского... Именно наших вот казахов. Казахов, это казахская история, когда муж казах, уйгур из Казахстана, его жена уйгурка из Китая, она была вынуждена покинуть... Он гражданин Казахстана? Он гражданин Казахстана, она гражданка... Но он уйгур. Да, но он уйгур. И, собственно, этой женщине позвонили, у них трое детей, этой женщине позвонили, сказали, что приезжай, иначе твоего отца отправим в политический лагерь. Она приехала разобраться с этим, в результате она исчезла, через два года последнее сообщение муж о ней получил, порядка, наверное, около года, как от нее нет никаких вестей. При этом понятно, что там маленькие дети, которые заручены с мамой, они пытаются кричать об этом, писать, как-то заявлять, но, к сожалению, это не имеет... Ее муж, гражданин Казахстана. Ее муж, гражданин Казахстана. Собственно, казахский, опять, через несколько рук, я сам с ними не общался, но я слышал о том, что проблемы касаются не только уйгурского населения, но также и казахского. Скажите, пожалуйста, почему ни одна страна не вмешивается? Вы видели хоть какое-то присутствие европейских миссий, ОБСЕ, там, я не знаю, какие всякие... Миротворцы, голубые каски, белые каски? Ничего там, я не видел вообще ни одного европейца, кроме нас. Ну, кто-то, может быть, там, один человек проходил по улицам, один в каком-то древнем городе появился, я не видел ни присутствия европейцев, вообще никакого. То есть никаких международных наблюдателей, журналистов? Ничего. А как вы можете объяснить это отсутствие интереса со стороны международного сообщества к судьбе уйгуров? Я думаю, что власти, финансовые, политическая Китай очень высока для того, чтобы повышать свой голос в защиту некоторого меньшинства. И не допускать лишних европейских ушей и глаз в этот регион. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить эту политику Китая? Зачем ему это? Зачем вот в ситуации, когда он находится в окружении мусульманских стран, Пакистан, Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, все его интересы сейчас завязаны в том числе и на богатые мусульманские страны, и на Турцию, и на Северную Африку. Миллиардное, полуторамиллиардное мусульманское население. Зачем Китаю сегодня ссориться с такими соседями? Этот вопрос, наверное, политический. Вряд ли у меня есть на него ответы. Есть некоторые гипотезы относительно того, как и что там происходило, и как это происходит. То есть они добиваются полной унификации китайского населения? Ну, я думаю, что эта власть, как таковая, показывает свою силу, и, как у китайцев это нередко бывает, это не имеет каких-то границ, они не понимают, в какой момент остановиться. Поэтому в какой-то момент этот процесс становится практически неуправляемым, и, собственно, в этом какая-то невероятная опасность. Скажите, кроме уйгуров, другие этнические меньшинства Китая, жители Тибета, внутренней Монголии, они попадают под подобные же репрессии, или в отношении них политика более мягкая? Мы были в Тибете, в Тибете не совсем автономном, а в соседнем. Мы не почувствовали каких-то серьезных проблем и какого-то подавления местного населения. Может быть, они больше китайцы по менталитету? Нет, они абсолютно. Конечно, тибетцы совершенно не китайцы, у них свои абсолютно обряды, свое какое-то мировоззрение и так далее. Но мы были в монастырях, где показывали Далай-Ламу, который, собственно, запрещен. И монахи спокойно совершенно размещали его портрет. Мы видели какие-то записи, которые они смотрели, достаточно открыто, но они не хотели, чтобы их фотографировали. Но, собственно, тотального контроля, по крайней мере, в той области, где мы были, мы не почувствовали. То есть, мы можем сказать, что основной удар, репрессия врушивается именно на мусульманский регион, возможно, из страха перед грядущим, идущим мусульманским возрождением? Политизация, активизация, консолидация? Не знаю. Я думаю, что там много есть проблем, связанных с заселением этого региона китайцами, поскольку в какой-то момент, это не так давно было, китайцы активно начали переселяться в этот регион, и, естественно, начало происходить достаточно большое количество просто бытовых стычек и проблем, которые могли быть потом истолкованы как угодно. Но вооруженных конфликтов, каковы и бывали еще там лет 10 назад, сегодня нет, да? Последнее время после введения этого абсолютного полицейского режима никаких терактов или чего-то еще, вооруженных конфликтов нет, но их трудно представить, чтобы они могли происходить при такой... При таком жестком контроле. А скажите, пожалуйста, напоследок, что бы вы рекомендовали всем нашим соотечественникам, которых волнует судьба уйгуров, мусульманского населения Китая, чем они могут помочь в данной ситуации? Поехать туда, в Синьцзяне-Угурский автономный район, в Восточный Туркестан, кричать на каждом углу о нарастающей трагедии, отправлять туда гуманитарную помощь, что мы можем сделать, на ваш взгляд? Я думаю, что очень важно говорить много, заявлять, работать, наверное, через какие-то государственные структуры. Необходимо оказывать какое-то давление на Китай, поскольку, учитывая его... Информационный, гражданский. Информационный, гражданский со всех сторон. Потому что, я думаю, что, конечно же, китайцы не очень заинтересованы, китайские какие-то власти, не очень заинтересованы в таком информационном прессинге со стороны. И, возможно, это может иметь какую-то роль сыграть на откат обратно, хотя не очень понимаю, как после того, что там происходит, вообще можно обратно откатывать. Таким образом, мы видим, что дальнейшая судьба уйгур в том числе зависит и от нашего гражданского мужества, и от нашей активности. Не переключайтесь! Увидимся в этой студии в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова